Это самая доступная модель линейки E-M с поддержкой 4К видео, матричной стабилизацией, качественным встроенным видоискателем и поворотным дисплеем. Давайте разбираться, какие у E-M10 Mark III есть плюсы и минусы за относительно скромные 700 долларов. Корпус выполнен в уже классической для компании ретро-стилистике. На выбор полностью черные и серебристо-черные расцветки. Как по мне, этот вариант более выигрышный, так как все объективы тоже серебристые. E-M10 третьего поколения довольно компактное, особенно с комплектным складным китом 14-42 мм. Понравилось, что в отличие от складывающихся объективов других производителей, здесь не нужно ничего нажимать. Просто включайте камеру и через секунду можно снимать. По сравнению с вторым поколением E-M10 увеличилась рукоятка для более комфортного хвата. Под большим пальцем есть массивный выступ. Все управление сконцентрировано в правой части, таким образом можно что угодно настроить одной рукой. Сверху расположились отдельный диск режимов и два колеса управления. Здесь же две настраиваемые клавиши и запись видео. Сзади пятипозиционный джойстик и другие наиболее востребованные кнопки. Из необычных элементов вот эта клавиша, которая отвечает за выбор разных опций в зависимости от режима съемки. В PASM модах появляется сетка из огромного количества параметров, которые можно быстро и наглядно изменить, без захода глубоко в меню. В зеленом авторежиме есть выбор из нескольких визуально понятных настроек, вроде насыщенности, яркости и размытия заднего плана, а также целый гайд для новичков с советами для разных сюжетов. В сценах по нажатию этой кнопки появляется выбор из понятных съемочных ситуаций с подпунктами. В видеорежиме также можно очень просто определиться с желаемым результатом. В пункте AP собран набор из самых продвинутых режимов, среди которых умная съемка с длинной выдержкой, HDR, мультиэкспозиция, панорама и фокус брекетинг. Отдельно хочется выделить режим коррекции трапеции и независимой настройки вертикальной и горизонтальной осей. Так можно получать на фотографиях ровное здание в путешествиях без какого-либо постпродакшена. Все эти опции и простота взаимодействия с ними делают эту камеру крайне расположенной к новичкам фотографии или тем, кто хочет пробовать что-то новое. OLED-видоискатель с разрешением 1024 на 768 точек достаточно крупный и быстрый для комфортной съемки в большинстве условий. Очень крутая фича, которую мы хоть и видели раньше, но она от этого не становится менее крутой, это выбор точки фокусировки по выключенному дисплею, когда смотришь через видоискатель. Казалось бы, отдельный механический джойстик был бы удобней, но нет. Джойстиком или клавишами можно перемещаться между точками дискретно, по одной. С девятью точками фокусировки, как в старых зеркалках, это норма, а вот когда у тебя 121 точка, как здесь, тогда появляются трудности. В общем, при наличии тач-дисплея, если вы делаете беззеркалку в 2017 году без такой фичи, то это большая ошибка. Трехдюймовый тач-дисплей с разрешением 720 на 408 с точек поворачивается только по вертикали. У такого подхода есть как очевидные минусы, это невозможность повернуть дисплей к себе, когда, например, записываешь влог или камера находится на штативе, так и плюсы. Это большая оперативность готовности к съемке, а также в целом большая надежность. И M10 Mark III запакована бутербродом из 16-мегапиксельного сенсора Micro 4.3 с пятиосевой стабилизацией и новейшего процессора TruePic 8. Такая связка позволяет делать фотографии в диапазоне от 200 до 25600 единиц ISO с серийной съемкой до 8,6 кадровых секунд в RAW, а также снимать на очень длинных выдержках благодаря эффективному стабу, который работает с любыми объективами. Контрастная система фокусировки насчитывает 121 точку, которые покрывают почти всю площадь кадра. Есть как следящая фокусировка, так и трекинг, а также фокусировка по лицу с приоритетом на ближайший глаз к камере. Цвета прямо из камеры традиционно для Olympus получаются приятные. До ISO 800 про шумы думать не нужно, а вот начиная с 1600 в дело вгрызается агрессивный шумодав. То есть шума вы не видите, но и картинка получается существенно софтовей. Предел адекватного соотношения шума к деталям, как по мне, это ISO 3200. Дальше такие фотографии подойдут только для веба в мелком формате. И M10 Mark III научился записывать 4K видео. Если раньше эта возможность была доступна только для камер Panasonic, а также дорогого Olympus E-M1 Mark II, то теперь качественная запись видео доступна и для младших камер Olympus. Есть фокус пикинг, возможно записывать 24, 25 или 30 кадров за секунду в 4K, до 60 FPS Full HD и 120 FPS Slow Motion в 720p. Во время записи в полной мере доступна 5-осевая матричная стабилизация, а также по желанию цифровая. Так сказать, для Total Effect с такими опциями снимать на эту камеру репортаж со штатива или монопода, это по-моему вообще зашквар. На другой стороне весов есть и минусы, это контрастный автофокус, который можно использовать только для наведения резкости на цель и потом блокировать на время записи, иначе он будет хаотично перефокусироваться и портить вам кадры. А также отсутствие входа для внешнего микрофона и выхода на наушники. То есть для качественного звука придется использовать внешний рекордер и сводить дорожки уже в редакторе. Также при съемке видео в ручном режиме экспозиции не работает авто ISO, что как бы не очень. У Olympus получилась отличная камера для начинающих с хорошим качеством фото и видео, быстрым автофокусом, отличной стабилизацией, удобным дисплеем и видоискателем. Вы смотрели обзор Olympus IM10 Mark III на канале кадрком. Подпишись на канал, не забудь про колокольчик, также проставь лукос и напиши в комментариях, какую ты камеру считаешь оптимальной для начинающих на сегодняшний день. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok